Приветствую всех на своем канале Времена Года Ом. И мое видео сегодня я посвящаю отелю Цезарь Темпл Де Люкс, который находится в 5 километрах от Белека, страна Турция. Скажу, что Белек является молодым курортом Турции. Инфраструктура туризма и отдыха начала развиваться здесь только с конца 80-х годов 20 века. Белек считается знаменитым курортом, находится в провинции Анталия на берегу Средиземного моря. Чем же он привлекает и выделяет себя среди остальных курортов? А ответ таков. Сосновыми и эвкалиптовыми лесами, а значит необыкновенным воздухом. Удивительной флорой и фауной здесь можно встретить редкие виды птиц. Широкими песчаными пляжами с удобным входом в воду, что привлекательно для семейного отдыха с детьми. Почти все отели этого курорта имеют категорию 4 и 5 звезд. Ну и перейдем непосредственно к нашему отелю, Цезарь Темпл Делюкс. Ну что, заходим в отель и видим весьма большой пафосный пол. Слева от входа располагается ресепшн, где, собственно, вас регистрируют и заселяют в отель. А справа находится лобби-бар, где можно душевно посидеть, выпить чашечку турецкого кофе или чая, а также заказать как безалкогольные, так и алкогольные напитки. При первом знакомстве с отелем не может не броситься в глаза отельный антураж. Необычная, непривычная нашему глазу лепнина. Мощные колонны, театрально подобные люстры, фальш-камины и витражный, действительно красивый свод потолка. Идем прямо, навстречу к морю. С двух сторон видим местечковые магазинчики, но наша цель – море. Если идти прямо, то мы непременно к нему выйдем, но сначала будет еще один холл. Слева будут столы туроператоров, а справа вход в основной ресторан. Вот он, второй холл. Видим левее, что здесь находится пастичерия, по-нашему это кондитерская. Пожалуйста, кофе, чай, пирожные, печенье – все для вашего удовольствия. Кстати, по вечерам именно здесь можно послушать живую музыку. Слева сидят здесь туроператоры. А справа находится основной ресторан и опять же бар. Если мы идем по-прежнему прямо, то выходим к основному большому бассейну для взрослых. И рядом будет располагаться детский бассейн. Глубина большого бассейна 165 см, детского – 40 см. Основной корпус отеля включают четыре этажа, но по обе стороны от отеля располагаются еще двухэтажные бунгало. Идем в их сторону. На первом этаже отеля есть и закрытые бассейны для взрослых и детей. Летом здесь редко кого встретишь. И вода здесь, я скажу, бодрячок. Два бассейна, один большой и один бассейн для маленьких детей. Вот за таким металлическим забором. Ну, я думаю, эти бассейны, они актуальны в холодное время года, когда уличные бассейны закрыты, и туристы, которые привыкли справлять Новый год, даже Новый год в Турции, могли бы здесь купаться. Детский бассейн. Вот от бассейна и от центрального входа мы двигаемся в сторону Фэмили Бунгало. Вот такие вот небольшие домики двухэтажные. Мы двигаемся в направлении Фэмили Бунгало. Сосны, турецкие сосны, красивые, с длинными иголками и с очень красивыми шишками. И крона у них особенная, отличается от наших сосен тем, что она круглая и пышная. В отличие от центрального корпуса, здесь очень тихо и спокойно. Наверное, более комфортного проживания для семей с маленькими детьми, с очень маленькими детьми, и представить трудно. А воздух здесь какой приятный, хвойный аромат. Ну и, конечно же, я не могу не обратить внимания на Бугенвиле белую. Красота. Красота. Представляю вашему вниманию номер в Бунгало. Комната большая, более 30 квадратов. Двухместная кровать и есть прикроватный диванчик в ногах. Отдельное спальное место около окна. Она очень уютная, кулуарная. Есть кондиционер, бесплатный сейф, туалетная комната и балкон с прекрасным видом. Балкон с соснами, гранатовыми деревьями, лианами капсис и поющими птицами. Возвращаемся к нашему выходу из отеля к главному бассейну. Погода радует осенью. Посмотрим сегодня, какое дают мороженое. Дело в том, что каждый день с двух до шести вечера в всем отдыхающем отеле бесплатно раздается мороженое в фудкорте Арвина. Ну, посмотрим, что сегодня они нам предложат. И все-таки наша цель море. И данная живописная дорожка ведет к нему. А пока наслаждаемся видом вокруг. Снэк-бар Галлио или Галлио. Не знаю, как правильно, здесь не только можно взять себе приятный коктейльчик, но и перекусить турецкими лепешками-гезлями, которые сделают прямо при вас на специальной сковороде, называемой Садж. Как видите, лепешки среди отдыхающих пользуются большой популярностью. Если двигаться от снэк-бара направо, то непременно дойдете до детских водных развлечений с бассейном и горками. Глубина бассейна здесь 140 сантиметров. И вода, несмотря на то, что бассейн для детей, далеко не теплая. Показываю вам вид на детскую водную площадку самой высокой горки. Обращаю ваше внимание на это дерево. Это фикус эластика. У нас он считается комнатным растением. Раньше его можно было встретить в квартире у каждой второй и третьей бабушки. Так вот, здесь он растет мощным, красивым деревьем. А у нас сегодня дождь. Тепло, но собирается пойти дождь. И ветер поднися. Вот такое и бывает. И здесь. Ну, наконец-то море. Море с песчаногалечным пляжем. Море теплое, приветливое, ласковое. Игорь. Нам пришло время. Волосит. Море с пляжем с изданий. А утром. Волосит. Волосит. Море с тканом. Море с твердой. Волосит. Пляжем. Море с тверками. Море с тверками, мортальных и троп, Возвращаемся обратно, по другой дороге, но тоже ведущей к центральному, главному бассейну. Здесь справа находятся домики с детскими развлечениями. Домики сказочно разрисованы, здесь с детьми занимаются детские аниматоры, есть игровая комната, вечером на большом экране на улице деткам показывают мультфильмы. Мы движемся к основному корпусу, главному бассейну. Слева фудкорт Орвина со всевозможными напитками и перекусами в виде бургеров, пиццы, донеров. Главный бассейн красивый и комфортный, с приятной освежающей водой и удобными лежаками. Справа находится еще одна ресторанная зона для отдыхающих с черными браслетами. Отдыхающим с черными браслетами, в отличие от отдыхающих с желтыми, предоставляются так называемые привилегии в виде отдельных ресторанов и отдельной пляжной зоны. Ну а теперь посмотрим, чем же можно полакомиться в основном ресторане. Продолжение следует... Продолжение следует... А что говорить про турецкие вечера? Здесь особый колорит, живая национальная музыка и особая национальная вкусная кухня. У кого отдых совпадает с днем рождения, можно попросить по-особенному накрыть стол. Приятно прогуливаться по территории отеля в вечернее время. Так он красиво освещается и создает настроение отдыха и, я бы даже сказала, праздника. Это у нас фронтальная часть здания и фонтан с меняющейся красивой цветной подсветкой. Изумрудные, причудливые, я бы даже сказала, сказочные пальмы. И фонтан на территории уже отеля по дорожке к морю. Два ресторана а-ля карт, мексиканский и рыбный. Детская вечерняя анимация и взрослые дискотеки проходят на территории Мирула-диско. Время до девяти вечера предназначено для детишек. Остальное же время гуляют взрослые. Шоу же программы проходят в амфитеатре. Приглашение на шоу со стороны аниматоров выглядит громко и ярко. Кто же хотел тишины и покоя, мог просто прогуляться по сказочно освещенным дорожкам. Кто же хотел шопинга, мог заглянуть в отельные местечковые магазинчики, сувениров, драгоценностей, меха и кожи. Ну и напоследок, как добраться до Белека, чтобы разнообразить отдых прогулкой, ну и прикупить что-нибудь домой. Выходим из основного корпуса и движемся на выход. Проходим через арку и ждем местный автобус на остановке. Автобус ходит каждые 20-30 минут. Он открытый, так что прокатитесь с ветерком. Стоимость 5 лижчеловека в одну сторону или 1 доллар тоже в одну сторону. Высадит он вас на остановке Элси Вайкики, оттуда и заберет обратно. Удобно, недорого и увлекательно, особенно для детей. Ну вот, пожалуй, и все. Поставьте, пожалуйста, лайк мне, а лучше подпишитесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!